Сейчас мы стоим на одном из входов в район ТЭТ. Слева находится район ХЭТ. И камера плавно переходит на район ТЭТ, который мы сейчас будем исследовать. А здесь дорога на въезд из города и выезд. Идёмте дальше. Вот это такой интересный круг, который стоял в одном месте. Сейчас там построили дом и его сюда перенесли. Он красиво вписался в это место, хочу сказать. А здесь тропиночки в вход в визор ТЭТ. А справа ещё интересные бабочки из цветов. Сейчас покажу. Вот они такие бабочки. Как будто бы приготовились взлететь и парить, парить над районом ТЭТ. И вот такая дорожка. Справа у нас садик остался. А дорога прямо идёт, приглашает нас гостеприимно в свой район. Так, здесь девчонки облюбовали какую-то вещь интересную. Это как бы зеркало какое-то. И говорят, что она мягкая. Сейчас я попробую. Ну-ка, давай, давай. А, да? А, ну, мягкая! Ага. Очень мягкая, да? Послушайте. Да. Итак, мы буквально несколько шагов сделали. Может, 20 метров прошли. И за спиной у нас осталась трасса, которая очень шумит, которая очень шумная. А здесь мы попадаем в спальный район. Обращаю ваше внимание на название улицы. АТЭРа. Это, можно сказать, город есть такой в Израиле. И в районе ТЭТ все улицы названы именами каких-то городов. Я потом буду обращать ваше внимание на название улиц, чтобы вы убедились. И вообще, в Аждоде все улицы в каждом районе названы каким-то... Одно общее, скажем, название есть. Вот эти названы по улицам городов. Вот эти цветы. В каком-то другом районе я постараюсь их вам показывать. название фруктов, овощей, царей. В общем, всевозможные интересные названия. А это вот такие дома. Вилы, не вилы, даже не знаю, как их назвать. В которых живут простые израильские граждане. Стоян-то прямо перед домом зелени. А здесь, смотрите, кустарники, цветы. В общем-то, очень хорошенький район. Вот такой интересный уголок. Все тот же район. Мы стоим, можно сказать, на одном месте. Тут же стоянка справа. Прямо возле дома. Вот такая игровая площадка. Можно выйти с детишками маленькими, поиграть, посидеть. И самим поговорить, встретиться. Вот такие заборы. За заборами растут. Я вижу авокадо, лимоны, персины. Вот такие маленькие, уютные домики. За ними, как видите, возвышаются высотки. За этими маленькими домиками сразу идёт огромная улица, шумная. А здесь тихо. Все вы слышите, какая здесь тишина. Я называю это спальный район. И вот здесь опять вилы. И впереди буквально пару метров уже высотные дома. Дорога шумная. КОНЕЦ Вот это одна из улиц, по которой мы продвигаемся вперёд. Здесь детский садик. Сегодня пьём шиши. Дети ещё в садике до обеда. А за детским садиком мы видим матнас. И прямо дорога идёт в парк, в который мы сейчас с вами направляемся. Вот такие районы спальные. Идёшь, идёшь по центральной улице. Справа, слева. Ответвление. И такие вот районы. Как по мне, так они очень удобные. Потому что у них какой-то свой микроклимат. У них спокойно, тихо. Свои стоянки возле дома. В общем, классно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А это ещё один из входов в район Хэт на въезде города. Вот здесь слева идёт дорога Минахин-Бегин. Сейчас я проведу камеру вот так по кругу, по кругу, по кругу, чтобы сориентировать всех. Я стою на перекрёстке. Там впереди Биг Торговый центр. Это мост. Это мост, въезд в город. Заправка. И вот мы возвращаемся в Ортет. И пойдём делать экскурсию здесь. Я уже показывала вам бабочек на одном из входов в Ортет. А здесь слоны. Маленький слонёнок. Ну, ничего ещё. Как будто постарше у него. Очевидно, будут скоро менять цветы. Поэтому он какой-то обрезанный. Парка, которая ведёт нас в парк. На углу Ортет. Здесь очень много роз. Сезон. Здесь пока белые розы. А по тропинке, если мы пойдём дальше, розы всех цветов. Вот они такие. И маленькие, и огромные. Правда, сейчас ещё не сезон роз. Вот такие они красавчики. Маленькие бутончики. Скоро распустятся. Вот такой красивый. Привет, привет. А здесь белые розы. Жёлтые розы. Пока ещё только бутоны, бутоны, бутоны. Через какое-то время здесь будет всё в розах красиво. И дальше открывается вид на детскую площадку, на парк. Сейчас мы пройдём поближе, посмотрим, что там есть. Но здесь огромная территория, чтобы детям побегать, поскакать. Можно посидеть на лужайке. Здесь сезон. Очень много отдыхающих. Проводятся разные мероприятия, и все праздники, и дни рождения. И просто выйти, посидеть, отдохнуть. Сегодня ветрено, но как-никак начало марта. Ещё не лето. Пальмы стоят, возмещаются, шумят. Но всё равно погода солнечная, приятно гулять. Вот такая милая, уютная детская площадка. Вокруг дома невысокие, скажем так, виллы. Взбери этих вилл, дворов, есть свои игровые площадки. Ну, а здесь немножко побольше площадка. Сюда выходит много детишек. Пока сегодня пусто, потому что, во-первых, погода для Израиля, ну, не самая, скажем, приятная. Потому что всё-таки прохладно, нужно курки одевать. Ну, и ещё утра. Вечером здесь будет очень много детей и людей. Вот так я вокруг себя провела камеру. И посмотрим, какая это площадочка. А это уже некоторые деревья начинают звезти. Вот такие необычные цветы. Камни выложены. Как будто бы это вот именно природные. Нет ровного места. А вот такие холмы, посмотрите, горочки небольшие. Дети здесь будут кататься на велосипедах. Идем на велосипедах. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь очень шумно, потому что мы вышли за пределы района Здесь, я показываю забор, стенка, там дома А здесь вдоль всего района, с правой стороны трассы идет А здесь вот такая дорога пешеходная Здесь вечером делают любители спорта Побежки, поликулы, велосипеды Вот какие здесь деревья С такой корневой системой, огромной Посмотрите Вот это такие корни Здесь уже прохлада, тенек И летом здесь хорошо Вот летутся мои девочки, мои помощницы Тоже блогерши И сейчас я хочу опять вернуться в район Вот здесь такие ходы есть Сейчас мы подойдем И пойдем дальше гулять по району Эта дорога продолжается вокруг всего района Эта дорога водоустроенная, красивая, интересно По ней приятно ходить, бегать И сейчас мы сворачиваем влево И пойдем дальше Вот такой переулочек, который вернет нас к тихой спальной жизни этих районов И смотрите, буквально пару метров Наверное, здесь метров 20-30 И все, уже здесь тишина наступает Ну все, достаточно для нас спальных районов Пойдем еще что-нибудь посмотрим Пока здесь только трех- и четырехэтажные дома И сейчас мы направимся дальше Вот туда Там будут уже скоро большие посетки Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я просто зашла в один из двориков многоэтажного дома Посмотрите, как здесь вкусом Как здесь интересно Все с любовью Оформлено стоят фигурки И медведи, и орла, и орени, и черепашка Субтитры сделал DimaTorzok Почему-то очень многоэтажный дом Сейчас покажу Какая-то улица Петла Вот такие скамеечки во дворе Здесь нужно сказать, что во всех дворах есть скамейки На улицах прямо скамейки стоят Такая атмосфера домашняя просто Вот кто-то стулья вынес, потому что, наверное, он выходит вечером И вот за скамеечкой вот такой полюсарик А там такой картос красивый Сейчас он хорошо Прямо тесно Вот такой красивый Ну, вот это многоэтажные дома На улицах стоят ящики Добровления для сбора пластика И через дорогу мы попадаем к парку Он окружен вот такими высотными домами Не ровная площадка Вот такая возвышенность Растет очень много деревьев, свелик не падает Там высотные дома тоже стоят Здесь детские игровые площадки Здесь много детишек уже собралось Сейчас я их вижу и покажу Но это я все показываю по кругу Вот такие фонтаны в парке Не просто фонтан А еще и какой-то с выдумкой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так она выглядит Ну вот такая улица спокойная Приятная Вот так Так что тоже очень хорошее место Вот эта улица Как она выглядит Здесь стоянки на улице и во дворах Стоянки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok